Девушки отдыхают Поздравляем, поздравляем вас Поздравляем, поздравляем Поздравляем Всего доброго Поздравляем один раз Я еле на ногах держусь, они все не уходят Я думала, они вообще от нас никогда не отстанут Почему никто не живет в реальности, а? Хотят купить элитную квартиру по цене избушки в тайге Этот муж ко мне еще около кофемашины приставал Да ладно Что ж ты сразу мне не сказала, как дал бы ему в табло Дал бы в табло, сделка бы сорвалась, а я с ней полгода возился Ой, как же спина болит Пойдем я тебя разотону Не-не-не, стоп, все за мной Вы что не понимаете, что у нас в фирме кризис? Может так случится, что очень скоро нам всем придется искать новую работу Что происходит-то? Антон и Сима разошлись В смысле разошлись? Как партнеры разошлись, бизнес делить будут Ида, ты неправильно рассказала Сима увлеклась Борисом и бросила Антона Откуда такая, извините меня, интимная информация? Отсюда Какая разница, откуда? Это факт Я давно заметила, что Борис положил на нашу Симу глаз Но я никогда не думала, что она просит Антона Да Антон сам виноват Надо было быстрее делать предложение Господи, какие еще предложения-то Предложения, руки и сердце Привет, о чем ругаетесь? Здравствуйте Здравствуйте Антон Да? У нас ведь в коллективе всегда были открытые отношения, да? Ну, надеюсь, да А что произошло? Вы с Симой расстались? Ой, у нас вот офис, прям как деревня, где у колодца с утра сообщает, кто где с кем ночевал Да, мы с Симой расстались А теперь вы фирму свою что, будете делить? Нет, нет, фирма продолжит работать в штатном режиме, никого не уволят И мы с Симой друзья, компаньоны И ничто не может помешать нашим взаимоотношениям Спина болит? Угу Вставай, Миша Вставай, еще как ударю, вставай Давай, руки за спину Аккуратно, пожалуйста Давай, за спину Раз, два, три, выдыхай Раз, два, три О, ты целитель Что? Целитель Это правда, возьми портель, все за мной Дорогие друзья, главная задача нашей фирмы на текущий момент найти самую лучшую в городе квартиру для семьи Прохоровых Вот это наше генеральное направление Господин целитель, а как нам быть с другими клиентами? У нас десятки сделок Попросить подождать или может быть порекомендовать уйти к нашим конкурентам? Нет, всеми заниматься как всегда, но для Прохоровых перерыть все базы, подключить всех агентов и искать, искать, искать Но моя гранична ценой этой квартиры, она, мягко говоря, очень скромная Фирма платит разницу Нет, конечно, в разумных пределах Боже мой Я сплю или у меня начинается слабоумие? Это что, благотворительная акция? Эти Прохоровы вроде не старики, не инвалиды Ба молодых человек, на них воду возить можно А Сима знает, что мы будем расплачиваться деньгами фирмы? Она не будет против Кстати, а где Сима? Она сегодня не приходила? Наверное, не захотела с нами отмечать свой день рождения, да? Работать! Миша, портфель? Сим, иди Как спина? Да, опасно здесь такси брать Че это опасно? Ну, видишь, как смотрит Это мы с тобой вдвоем день Люди кругом ходят А ночью даже страшно подумать, что бы он сделал Ну, что? Да убил бы, ограбил бы, а потом бы еще и изнасиловал Вас, Ирина Павловна, никто насиловать не будет Нахамила сейчас А с вас две с половиной тысячи Что сейчас сказал? Ну, как с девушкой договаривались? Угу Вот девушка и расплатится Я на ресепшен Ага Да, Ирина Павловна Видимо, действительно грабить у вас нечего Даже за такси не заплатили Ой, как же я устала от этого перелета Слушайте, а че ж вы такая деловая, а у мужа ничего не отсудили, а? Я с тобой откровенничать не обязана Я тебе платила отель, перелет и машину, чтобы ты мне помогла здесь все организовать Поэтому побежливаете Вот так Вы купили мне билет в эконом А я привыкла летать в первом классе Простите, пожалуйста Ваше не могу Первым классом, может, и когда я каталась с мужиками, которых ты сопровождала А здесь мы по делу, по экономическому делу По делу экономическому Ну, хоть номер отдельный оплатите? Зачем тебе номер отдельный, а? Больно Больно Я вообще-то в монашке не постригалась Какая дура Впереди такие деньги ей светят А ты что, собралась с командировочных по 100 евро лупить? Вообще, мне позвонить надо, оформляй номер Котик, наконец-то Да Долетела до Москвы, добралась Какой перелет ужасный, тяжелый Ну, я сейчас посплю немножечко и задела сразу Задела Ты там за меня молись, да? И знаешь что, маленькая тварь Если я узнаю, что ты все-таки гуляешь с кем-то Я тебе все пообрываю И ты вылетишь из моей жизни, как пробка из шампанского Понял меня, ласточка? Дмитрий Павловна, идемте, номер готов Чмоки, чмоки Ага Эй, подожди Ты хоть его лицо-то помнишь, а у тебя сумка их была Давай-ка Освежи памяти Ага Вот как раз в этот час я тебя и родила Да Была пора, не было ума А ушла пора, не надо и ума Мам, ну хватит Я, правда, не догоняю твоих пословиц Ты можешь перевести, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, надо было тебе, Антона, дожидаться А не кидаться первому встречному на шею А кто говорила, что Антон на мне никогда не женится? Это во-первых А во-вторых, мам Я влюбилась Я тебе говорила, что ты с Антоном молодость свою профукала Но каждый совет к разуму хороший Раз уж столько лет прождала, надо было Антона-то дожать Мам, ты слышишь меня или нет? Я влюбилась И Боря меня любит, и не надо мне никого дожимать Он сразу мне сказал, что мы поженимся Ты можешь просто порадоваться за меня без всяких своих пословиц А чему тут радоваться-то? Антон хоть крепко на ногах стоит А это твой Борис Что ты о нем знаешь? Что он поддан английской королеве? Так королева-то вам не поможет Зинаида Сергеевна звали? Не-не, показалось тебе, ты мясо жарь, а то у нас на столе уже все А зачем мне о нем что-то знать? Вот я его вижу, я вижу его глаза, я понимаю его чувства Чувства? Да А профессия у него есть? Вот я о нем знаю, что он сирота Но только для профессионального сироты у него вид больно сытый В электричке не подадут Вот как ты так можешь? Он образованный, интеллигентный человек Да? Где учился? Да я не знаю, где он учился Мне даже в голову это не пришло у него спросить Я знаю, что с отцом они бедно жили У них денег даже на еду не хватало Какой учебе здесь может быть речь? Ладно, не расстраивайся Я столько лет за тебя переживала А кого медведь драл, тот в лесу пенька боится С виду он вроде не дурак Был бы ум, будет и рубль А нет ума, не будет и рубля О, Сим, он мне все-таки не кажется нормальным Куда он убежал-то? Зинаида Сергеевна! Зинаида Сергеевна, я прошу руки вашей дочери Я ее очень люблю, я вам клянусь, я горы сдвину, но она со мной будет счастлива Что это за веник у тебя в руках? Саженцы? Пингратендорст Они переносят морозы жуткие и цветут много-много лет Мне и самой не так много лет цвести осталось Зинаида Сергеевна, ну вы согласны за меня дочери? Мам, ты просто можешь сказать, благословляешь ты нас или нет? А если не благословляю? Вот упрусь и не сдвинете меня И что? Вы без моего благословения будете вместе А приезжать ко мне будете раз в год, и то если заболею Внуков нянчить не дадите Так что надо мне, видно, на все соглашаться и молиться, чтобы вот он тебя не обижал Вот наговорил-то, ух! Ладно, давайте праздновать Зинаида Сергеевна, вы удивительная женщина Вы позволите мне вас со временем мамой называть? Да хоть пирогом назови, только в печку не сажай Понял Сейчас Да не запустили орех еще А почему еще не запустили? Да потому! Ты слышала? Потому! Не работает Это тоже какой? Девятый Сейчас мы быстро Ой, быстро, конечно Пока не вижу особой разницы Опять приходится тащиться пешком Нет, ну это временные трудности Здесь на самом деле будет очень неудобно Так что четыре лифта будут Мусоропровод Есть Вид сказочный из окон По-моему А ты сам был в этой квартире? Да Не был Я по фоткам видел Просто сейчас не езжу на объект У нас на это агенты есть, понимаешь? Не скучно тебе? Ты что? Ты же хотел на сцене играть Ань, мне кажется, нам не стоит друг друга кусать Я не кусаю Я тебе это как неудачник неудачнику говорю Я неудачник? Я себя не считаю неудачником Считаешь? И плохо ты справишь? Здесь Квартирку посмотрим Конечно Мне как-то не очень здесь Деревьев мало У нас хотя бы елочки Просто первый раз вижу, что так дело Выбирали квартиру А твой мой муж вообще по барабану? Да, я ему по барабану Еле уговорила Квартиру поменять И то с словом, что я не буду его напрягать Ага А я так понимаю, тебе вообще все равно где жить? Ты знаешь, в моем положении смена стены и санузла особо ничего не решит Я вообще не очень верю в миф, что человек может переехать в другие страны, города И резко все поменяется Мне кажется, люди не меняются и все остается как есть Угу Ты себе не нравишься? А ты себе нравишься? Да Я не знаю Да я как-то не задумался об этом Не знаю Да я как-то не задумывался об этом Не знаю, правда С утра с бы не будильник встаешь И все как белка в колесе То одно дело, то другое Вечером приходишь, включаешь фильм, который уже сто раз хотел посмотреть, и через пять минут улыбаешься. Это потому что у тебя денег много. Ты деловой и упакованный по горло. Хорошо, когда есть деньги, да? Ты меня совсем за идиоты считаешь? Нет, я просто всегда завидую тем, у кого они есть, потому что у меня их нет. Не сложилось как-то. Квартира, я так понимаю, не очень. Да, квартира мне нравится. Если можно, я бы еще что-нибудь посмотрела. Конечно, конечно. Нам просто очень нужна твоя халупа, поэтому можешь капризничать сколько угодно. Англичанин совсем достал вас Симы? Нет. Сима просто вышла от меня к нему. Вот. Прости, я не знала. Ты еще со мной водишься. Ну, я вроде бы не рыдаю. Но еще... Что еще? Еще... Мне нравится возиться с тобой. Ты что? Просто захотелось поцеловить тебя. Так ты же глубоко замужем? Да. А когда ты поняла, что ты мне нравишься? Сразу поняла. КОНЕЦ Ой, я никак не могу привыкнуть к тому, что ты готовишь мне завтрак. Доброе утро. Бей кофе, скорее, пока не остыл. Я так проснулась, я страшная. Нет, нет. Нет, ты растрепанная. И тебя такое никто не видел. Сейчас ты только моя. Ну, в таком случае, мне не страшно стареть, толстеть. Ты должна скорее постареть. Потому что много мужиков тобой интересуется. Хочется и куплить всех. 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 Тссс. Пойду, Мария. Забыла? Ну, ты как? Привет! Привет! Это тебе. Привет. Привет. Ты мне уже третью куклу даришь. Ты богатый, что ли? Идеаль. Да вроде и не нищий. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, ты хоть спасибо скажи. Спасибо. Пожалуйста. Вы что, в сад опаздывали? Нет, сегодня мы едем гулять и веселиться, так что никакого сада. Папа позовем? Папа спит? Папа отдыхает. Ну что, вперед? Да. Пойдем. Поехали. Запрыгивай. Здравствуйте. Да, да, да. Ну, конечно, конечно, помню. Мы в ближайшее время вам покажем все варианты. Конечно, покажем. Все. Да. Да, да. До свидания. Вам тоже хорошего дня. До свидания. Да потому что никого мы ничего не подыскиваем. Вся ферма занимается только этим лондонским сиротой. Он у тебя, кстати, деньги не занимал? Занимал. Три раза занимал. Ну, меня занимал. Я для него со счета все деньги снял. Если вам не хватит, вы можете взять кредит. Я надеюсь, что не хватит. Редкий мужчина так разбирается в драгоценностях. Вашей невесте очень повезло. Это мне с ней повезло. Я ей даже немного завидую. Меня никто так не любил. А вы ждите? Я просто долго и верно ждал. Верно? Да. Ну, за что не поверю, что до невесты у вас никого не было. Ну, как мне вам это доказать? Никак. Поэтому вам придется мне поверить на слово. Все. Хватило. Вот. Держите. И заверните как-нибудь красиво. Ну, конечно. Опакуешь? Милый песик. Эх, раз, давай, ногу ставь. Так, подожди. Вот, давай. Вот. Ты только руками не тру... Ляля, сделай так. Ну, хорошо. Ляля, я ловлю тебя. 88. Ну, я поменьше. Мам, как замешу? 88. Весело? Да. Ляля, аккуратней. Так, быстро езди. Реквизит. Смотри, там кино снимают. Вот. Пойдем посмотрим. Реквизит. Пойдем. Пойдем. Реквизит. Можно тебе еще и облака тут живописно расставить по небу? А, Викочка, любовь моя, радость моя. Понимаешь, я хочу, чтобы ты растворилась в этой сцене. Понимаешь, успокой пространство вокруг себя. Коля! Значит, Коля, вы сейчас по тексту бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, потом бац! Яков Милович! Я потом объясню. Да. Приехали ростовые куклы. А, я сейчас подойду. Так. Что это? Ростовые куклы. Я вижу. А я что просил? Ростовые куклы. Я просил воплощение зла, воплощение ужаса! А, Лиля, Лиля, они должны напугать главную героиню. А, напугать! Понятно? Мне показалось, что это так. Это можно напугать. По-моему, нет. Ну, пойдем, ну интересно же. Ну, почему? Ну, пойдем. Антон. Да нет. Ляль, поехали. Ну, почему ты не хочешь? Нет причины. Можно я угадаю, почему? А, пока будешь гадать, они уже все снимут, иди посмотри. Ты просто жалеешь, что не стал артистом. Поэтому не зовешь меня ни в кино, ни в театр, и обо чилища не рассказываешь. Жалеешь? Не видишь, там Саша и Макросова. О! Нет. Ляля! Когда я перестал заниматься кино и театром, я, честно говоря, вообще не думал, что буду жить в параллельном мире. Это как? Зря мы это разговор завели. Ляль. Давай. Ну, говори. В общем, когда я раскручивал фирму и налаживал свой быт, я был уверен, что это временно, ненадолго. Думал, что завтра позвонят, предложат роль, отправят сценарий. А я отказывался. А с имей никто не звонил, да? Ну, да, это тоже. Да нет, мне кажется, это главное. Она просто не смогла смириться с тем, что ты талантливее, чем она. Аня, давай не будем поднимать всем, ладно? Любить! Поздно и... Она должна просто любить. Не надо понимать эту сцену. Ее надо просто почувствовать. Понимаешь? Викочка, дорогая моя, родная моя, ты спр... Так, иди сам с солнцем договаривайся. Прости. Ничего. Просто у меня муж тоже не очень состоялся в творчестве. Мягко говоря. Но я все равно его поддерживала, понимала и взвалила на себя все и забыли. Покажи, а если бы вдруг тебе сейчас предложили сыграть главную роль в каком-нибудь фильме, ты бы как? Согласился? Не знаю. Здорово отдыхаем. Здорово, круто. Отлично. Хорошая имя. Фирма Симан, добрый день. Ева, мне бы хотелось, чтобы мы на выходные поехали к моим в Питер... Зачем? Ну, чтобы вы познакомились. Зачем? Мне кажется, еще рано. Извини, мне надо работать. Не переживай, она с маминой тоже знакомиться не захотела. Я знаю. С вами небольшая задержка, и мы приносим вам свои извинения. Что с пролетаркой? Дело в том, что у нашей фирмы сейчас очень срочный и очень важный заказ. Очень срочный и очень неважный. Люди решат, что мы ищем жилье, но как минимум президент. Действительно, нужно работать срочно, иначе мы потеряем все клиенты. Только хозяевам нашей фирмы на это просто наплевать. Антон, добрый день. Привет. В нашем бизнесе такой кризис, и они все романы крутят. Кризис кризисом, а любовь никто не отменял. Ты, Гев, точно любовь на работу никогда не меняешь. Когда отчет для налоговой? Я готовлю. Быстрее. Ева. Это, может, конечно, не мое дело, но выбери, наконец, кто тебе больше нравится. Миша или Илья. Сыграли бы свадьбу, и ты бы, наконец, начала работать. Да, это точно только мое дело. Алла Сергеевна, пусть Ева сама решает. Мы же ее не торопим, конечно. Так, ребят, заканчивайте с этим сериалом. Миша, что из квартиры для жениха нашей семьи? Здравствуйте, Борис. Борис, Борис. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Антон и Симович работают, но я вам могу предложить вам чай. Чай, хорошо. Отлично. Спасибо. Боря, извините, я напоминаю, когда ты мне деньги отдашь? А тебе что, срочно? Просто у меня на счету в банке ноль, а кредит на машину скоро. Ну, потерпи сейчас чуть-чуть. Ну, что говорит? Вернет? Нет. Пока что. Прохолост. Значит так, половину за квартиру Прохоровых платим мы с Борей, половину ты. Так? Так. Правда, я так понимаю, у твоего бойфренда денег нет, поэтому не заплатишь ты. Он мне не бойфренд, он мой жених. Дефективная. Ты его и месяца не знаешь. Тебя я знаю сто лет. И какой толк? Ты так на мне не женился, а он мне уже сделал предложение, подарил колье и браслет. Да ты что? Да. А ты в курсе, что твой жених в офисе всем должен? Что должен? Денег. Денег! Не знаю, он мне ничего не говорил об этом. Он тебе ничего не говорил? Нет. А что он тебе вообще говорил, а? Что ты о нем знаешь? Что мы вообще о нем знаем? Мы знаем, что в девяностые он уехал в Англию. Да, маленьким мальчиком. Маленьким мальчиком. А потом злая тетка мамка бросила их с папкой и укатила в Новую Зеландию. Мерзкая баба. Мерзотная тетка. И недавно его отец умер. И последней волей умирающего было выкупить поганую квартиру в Москве. Все, Сим, больше мы о нем ничего не знаем. А что ты еще хочешь о нем знать? Тебе мало? Я хотел бы знать, где он учился, с кем дружил, нет ли у него пятерых детей, не женат ли он, не съедал ли он своих жен и детей. Антон, ты с ума сошел? Что ты несешь? Сим, у тебя крыша уплыла. Это у тебя уплыла. А чтобы заполучить эту проклятую квартиру, нам у нее вообще ничего не нужно знать. Сим, ты за него замуж собралась. Замуж! А ты ревнуешь? Нет. Нет, не то. Просто ты мне очень родной человек, и мне за тебя страшно. Ирина Павловна, когда мы обед запойдем? Ты же час назад второй завтрак проглотила. Здесь очень вкусно. Не мешай мне, я думаю. У меня и так голова кругом. Борьке все-таки удалось уговорить жильцов продать ему квартиру. Я нашла фирму, где он будет оформлять сделку. И вот, раздобыла план квартиры. План? План. Это квартира? Угу. По-моему, полный отстой. И стоило ради этого лететь на другой крае географии. Не мешай мне, сказала я, дума, Олег! Ты свои деньги получишь, остальное тебя не касается. Ой, нет. Похоже, эта наглая тварь своего добьется и заполучит квартиру. Ничего себе! Как вы ласково о своем единственном сыночке. А заслужил сыночек такое отношение? Заслужил. Хотел скрыть от меня смерть своего отца. И захапать все наследство одному. Это пацановье. Да уж. Слушайте, а мне Боря говорил, что вы его маленьким бросили. А потом с любовником улетели в Новую Зеландию. В Оральд, да? Я не его бросила. Я его отца-идиота бросила. Господи. Господи, прости меня, что я несу. По земле ему будет. Это все ты виновата. Что ты строишь сейчас от тебя? Какого-то мне ангела Побелокрылова. Не надо меня трогать. Не надо трогать. Как ты с моим сыном единственным поступила? А? Ты влюбила? Влюбила его в себя. Обобрала до ниточки. И исчезла в неизвестном направлении. Я же мать. Я любовница. А любовница может бросать, подставлять. А вот мама, мама должна любить. Ну, вы, конечно, правы. Это не мое дело. Вы лучше объясните мне, зачем вы меня по всему Лондону искали? Сама не понимаешь? Нет. Борика же на меня обижена наверняка смертельно. Может, вообще не исходя говорить со мной. А с тобой все-таки не так все мрачно. Ну, и скажешь ему, Боренька. Любила тебя всегда только одного. Счастье мое. Как-нибудь ухоженька, ухоженька. Ну, не мне же учить тебя охмурять мужиков. Да. Тоска. Слушайте, а обедать не пора? За обжорство вычту из твоего гонорара. И пламену этого номера ты тоже оплатишь. Слушайте, я не понимаю, что так долго можно делать в кабинете. Они работают. Люди иногда должны работать. А вы пейте чай. Я пью, пью. Вкусно? Нет. Ой, Темза. Я знаю эту собаку. Темза – это название реки. Да ну, серьезно. Спасибо, а то я не знал. Да нет, Темза – это собака, которая жила у соседей в Лондоне. Я у них щенка все время просил, а она к себе кобеля ни одного не подпускала. Борис, а вы что, жили в этом районе? Подожди, ты же говорил, что вы с отцом жили в какой-то дыре. Да. Слушай, ну это невозможно, это очень долго. Сколько можно в кабинете сидеть? Пойду спустую. Привет. 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 А что ты здесь делаешь? Дорогие друзья! Дорогие друзья, я хотел бы всех вас пригласить на нашу с Симой свадьбу. Предложение по организации праздника приветствуется. Это будет даже очень хорошо. Прекрасно. Да, да? Спасибо. Спасибо. Неожиданно. Я бегала сзади. Спи. Так, я жду. Чего ты ждешь? Я жду, что ты объяснишь мне, почему ты столько времени проводишь с этим Антоном? Почему он дарит нашей ляльке дорогие подарки? С Антоном я выбираю квартиру. Ты это прекрасно знаешь, потому что ты на меня это свалил. А вот подарки дарить не запрещено. И нормальному мужчине в радость радовать детей. То есть ты меня опять попрекаешь тем, что я не зарабатываю денег. Слушай, тебе не надоело это дичь? Надоело. Надоело то, что ты постоянно сидишь дома, ничего не делаешь. Это считается нормальным. А то, что я один раз возмутилась по этому поводу, это дикость, да? Слушай, ты ведешь себя сейчас как банальная клуша. Я думал, что ты прекрасно понимаешь природу творчества. Ты знаешь, я понимаю природу творчества. Только творческий человек не заводит семьей детей. Он едет в деревню и там сажает грибы, ягоды, цветы, помидоры и творит. Хватит, хватит. Хватит. Тебя стыдно слушать. А мне стыдно за тебя. А за себя еще больше. Потому что я занимаюсь всякой ерундой, чтобы хоть как-то прокормить семью. Дверь открой, хотим. Ты к нам? Здравствуйте. Тысяча извинений. Дело в том, что мы приехали посмотреть квартиру, а ваших соседей нет. Да. И что? Будьте так любезны, позвольте нам посмотреть вашу квартиру. Она ведь точно такая же. Да? Да. Да, да, да. Конечно, проходите. Только подержи, пожалуйста. Здравствуйте. А что происходит? Да вот люди приехали, хотят нашу квартиру посмотреть. Зачем? Дело в том, что мы собираемся покупать соседскую квартиру, а там никого нет. Да. Да. А она же точно такая, как у Четериных? Наверное. Я просто не знала, что они тоже продают. Ну, пойдемте, я покажу. Благодарю. Класс. Не хотите посмотреть? Доверяете маме? Доверяю. Ну да, такой девушке, как вы, наша халупа вряд ли понравится. Простите, а что такое халупа? Ну, вот, собственно, то, что вы видите, вот. Ага. Ну, мы скоро переезжаем, там другая квартира, и... Ну, вам, наверное, не интересно? Не интересно. Ну, а что бы вам было интересно? Клуб ночной хочу сходить. Что мешает? Ни с кем. Ну, такой девушке, как вы, нет кавалеров. Могу составить компанию. Окей. Я буду ждать внизу. Извините. Денис. Денис. Денис! Пороется везде. Денис, ну, ванной заперлась. Помоги мне. Неудобно. Расцетеряны хотят продать квартиру. Надо им помочь. Что? Так, Анют, 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 давай не будем ссориться. А ну, мы же так хорошо живем. Послушай, ты меня не разлюбила? Да и о чем вообще сейчас? Я не влюбила. Анюта, Анюта, я тебя никогда никуда не отпущу. Денис, я никуда не ухожу. Подожди. Я, я по этой погуляю, подумаю. Подожди, у меня есть новая идея о романе. Скоро вернусь, подумаю и приду. Денис, она там. Простите, сами за порядок. Извините. Немножко голова закружилась. Может, у вас давление упало? Я могу в леду принести или кофе? Нет, нет. Ничего не нужно. Ой, мне страшно, неловко, что я вас так беспокою, таких замечательных людей. Я скоро уйду. Может, все-таки в леду? Нет, мы такие милые люди. Я уйду, коренька. Женщина, вы выйдете когда-нибудь? Секундочку, дорогуша. Понятно. Да что вы там делаете? Вы мне квартиру сейчас всю разобьете. Вы меня слышите? Ой-ой-ой-ой-ой. А-а-а. А-а-а. Муж в постели. Муж ушел куда-то. Послушай, у меня проблема. Какая-то странная женщина пришла посмотреть мою квартиру. Закрылась в ванной, она там два часа уже сидит. Подожди, зачем вы какой-то даме смотреть почти проданную квартиру? Я не знаю. Они вроде как хотели купить квартиру наших соседей. У нас такая же. Они пришли посмотреть, потому что их нет дома. Так, Аня, Аня, Аня! Все, сиди ровно, я сейчас приеду. Сиди, попробуй с ней подыть, она вообще не в адеквате. Кто здесь? Женщина, вы что там делаете? Я, мне осталось немножечко, совсем, буквально пару минут. Мне надо еще побыть здесь, я чиню. А заодно и то уже говорить постоянно. Так, женщина, у вас нет никакого права смотреть чужую собственность. Быстро на выход! А свет мы сами починим. Свет! Я ломаю дверь. Не надо ломать дверь. Чем? Боже мой! Боже мой! Вы же молодой человек! Что ты от Monica седурой? Все деревья сцветкой, вот у меня дорогой! Все 몇 горabe! Неments хорошее! Нет, быстро, пожалуйста! Вы же квартиры! Какobilная квартира! У меня! Мы красного! Плотники! Плотники! Твоя уперта какая! Что это было? Я не знаю. Фига себе. Мэя топтала мне все ботинки. Есть у тебя щетка? Есть! Спасибо! Здорово было бы слета с тобой на море! Я представляю тебя в купальнике! Это возможно? Легко! Закажи этой любнице пять звезд! Купи билеты и лети! Слушай, боюсь, для меня это несколько дороговато! Со мной может быть только девушка по большой любви! А я ей говорю, Ницца пять звезд! И буду тебя по любви! Ты чудо! Слушай, а у тебя когда-нибудь был роман с бедным парнем? который мне просто очень нравился! Принеси мне коктейль! А? Коктейль мне принеси! Коктейль мне принеси! Коктейль мне принеси! Коктейль мне принеси! какой у вас самый дешевый коктейль что коктейль самый самый коктейль выбирайте космос плиз а мне водички без газа хорошо был у меня роман с одним парнем который нравился очень нравился это 20 меня старше было и тогда еще в питере жила интересно что было потом так и что было потом он за штуку баксов продал меня своему приятелю а тот увез меня в лондон и там бросил вот такой был мой первый и последний роман полюбки слушай что-то надоело отвези меня в отель у тебя машина то есть нет вызови такси так слушай может мы пройдем такси слушай а че в вашей квартире такого необычного необычного дыра с потолка течет стены кривые а что не знаю просто мне такая квартира даже в подарок не нужна это ну мамаша моя она спит и видит ее заполучить она тоже да какой-то придурок из-за границы ему тоже зачем-то на шкибара понадобилась слушай может еще не знаешь может там это ну знаменитость какая-нибудь жила раньше знаменитость мы ее у бабушки купили а она уехала за горы чтобы воздухом дышать такси будет через пару минут я пошла слушай вот так это можно я тебе позвоню звони как только разбогатею сразу звони 5 звезд этого хватит я первый раз оставила лялю одну да? сейчас я тебя отпущу мы так странно нашли друг друга угу очень странно нашли же ты боишься что дочку одну оставила не боишься что надо застукать твой муж? не боюсь ты даже не представляешь как я научилась не нашла я ничего говорю тебе придурок не нашла не успела выгнали меня из квартиры да так что на сегодняшний момент результатов ноль а Борька то скоро квартиру заполучит и тогда вообще все кончено о господи его тогда легче пришить будет чем оттащить от квартиры давно он предлагал тебе вообще лишь бы кого нибудь пришить только все не говори со мной так я тебя люблю чмоки и 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